Не стесняйся, в подробностях. Поехали. В 25-м году, когда маме моей, Нине, было 5 лет, бабушка поехала в Латвию, на родину. Она очень хотела повидать своих родных, но, естественно, хотела показать дочку. Визу дали только ей и маме маленькой. Визу она выхлопотала с трудом. Бабушкин муж, мой дед, остался в России. Но она туда приехала, ехала сначала на поезде до Риги, потом от Риги до Талса ездила. Ехала уже в поезде, а уже там в Талсах ее встречал отец на лошади. Когда они приехали, все были счастливы, всем было очень хорошо. Это был настоящий праздник. А наутро в окошко они увидели, что к их дому приближаются жандармы. Их это очень поразило, потому что откуда бы, как бы и как это вообще случилось, почему жандармы идут к нам. Оказалось, что когда бабушка ехала в поезде, еще из Риги, встречала своего приятеля, друга детства или, я не знаю, может быть, одноклассника, если вместе они учились, не знаю. И рассказала о том, как она живет в России. Жизнь ее сложилась удачно, они с дедом хорошо работали, она была прекрасно одета, девочка была хорошо одета. И она просто рассказала, как живется там, в России. Но это, видимо, сочли как коммунистическую пропаганду. И бабушке было предписано в 24 часа покинуть пределы Латвии. Это было очень страшно, очень неприятно, не очень горько. Тогда отец, бабушка, мой прадед, хлопотал где-то в управе, чтобы ей разрешили остаться на подольше. Ей разрешили, но с одним условием, чтобы она никуда из Дон-Даги не уезжала. И вообще лучше бы сидела дома все время. Вот такая была поездка, единственная, в 25-м году. Ну и все. Ты говорила, что бабушка еще вспоминала всякие забавности. Да, бабушка вспоминала, как маленькая мама называла своего дядю Карла, Карл Маркс. И постоянно, в одно слово, Карл Маркс. И когда все изумлялись, хохотали и спрашивали, почему Карл Маркс, она просто другого Карла и не знала. Коммунистический ребенок совершенно не знал другого Карла. Карл должен быть обязательно Марксом, поэтому она так его называла. И потом очень хохотала, когда варили домашнее пиво, вот это сейчас вспомнила. И все дети это пиво пили. Оно было почти безалкогольное, такое домашнее, просто такой вот веселяющий напиток. Ей тоже давали попробовать. Она потом смеялась очень и говорила, ее спрашивали, почему она смеется. Она говорила, а мне песок в глаза насыпался. Вот такое опьянение. Ну и играла вместе с детьми, своими, получается, двоюродными. И очень веселилась. Они смеялись, она смеялась. Было очень хорошо. Ей было хорошо, она себя хорошо чувствовала. Мы такая была поездка. А бабушка Нина не хотела поехать в Латвию? Ну она была в Латвии, просто была в санатории, лечилась там. В Кемире, по-моему. Она в Дундугу не ездила? В Дундугу не ездила. Это все было сложно, сложно-сложно все это было. В чем сложность? Я не думаю, что это я тебе не могу сейчас ходить. Но это было сложно. Слушай, а вот ты же буквально настояла, когда мы тогда поехали, четверо взрослых, двое детей на Запорожце поехали в Латвию. Да, была так. И ты буквально настояла на том, чтобы все-таки доехали до Дундуги. Ну это потому, что такой случай представился совершенно удивительно удобный. И все-таки вот надо было наконец на это решиться, потому что ну были-то буквально рядом. Рядом и главная машина была своя, потому что я не знала, существует ли какое-то сообщение, ходят ли туда поезда, автобусы вообще, что происходит. И потом трудно всегда ездить в глубинку, я так думаю, не зная языка. Трудно. Не потому, что к нам как-то плохо или хорошо относились. Кстати, очень доброжелательно все к нам относились там по дороге, к кому приходилось обращаться. Но как-то вот меня всегда это тормозило. Это трудно. Всегда незнакомые и чужие, я так думаю. Ты еще опасалась, что если мы придем вот на эту музу, на которой когда-то жили гансманы, может быть еще встретимся с потомками по той линии, что у них будет беспокойство, что мы будем претендовать на наследство? Ну, может быть. Не помню, было ли такое. Ну, это могло быть вполне, ну, не знаю, ни то ни на что не хотел претендовать. Просто было интересно побывать в тех местах, где твои корни. Я не знаю, мне это было интересно. А сейчас бы ты поехала? Поехала бы с удовольствием. Но мне одной, думаю, трудно, мне нужно обязательно с кем-то уже. И силы не те, и ноги не те, и голова не та. То есть не вспомнишь латышский? Да я его почти, ну, я тебе говорю, я знала несколько слов всего. Несколько слов. Я знала, как звучит по-латышски, допустим, знаменитая пословица, что нож, ножницы, свечку и спички не должны трогать маленькие дети. Это по-латышски, у меня бабушка говорила. Но я не помню, как, сейчас не вспомню, как звучало по-латышски. Но немецкую ее пословицу ты помнишь? Немецкую... Дай бог памяти. Морген-Морген. А, Морген-Морген у них. Хоть-то шпрэхеналя фауле лёйте. Это по-немецки знали. Потому что, как все маленькие дети, очень любила выдумывать. Бабушка, как учила немецкий? Бабушка немецкий учила замечательно. Она язык выучила за год. Ей разрешали посещать уроки вместе с дочерьми воронок. Она делала большие успехи, и уже через год свободно... Вернее, сначала понимала, а заговорила, когда вот была такая у неё встреча неожиданная с соседкой, которая искала своих гусей, стадо гусей, которые убежали куда-то. И она по-немецки обратилась к бабушке и сказала, девочка, помоги мне найти гусей. И бабушка ей ответила по-немецки, потому что по-немецки к ней обратились. Ответила по-немецки, что я вот пойду по одной стороне речки, а вы идите по другой. Вместе мы найдём ваши гусей. И это преодолело тот барьер, когда вот человек ещё понимает всё, но говорить не может. Но потом ей... Это очень помогло, когда она поехала в Берлин. Я думаю, что она искала работу, она не говорила, зачем она там оказалась. И она настолько хорошо говорила и настолько у неё было поставлено произношение, что когда она в Берлине вышла из вагона поезда и спросила, как ей добраться до того места, вот ей адрес дали, куда она могла обратиться, где могла остановиться, удивлялись люди, что она спрашивает, потому что у неё было абсолютно берлинское произношение. очень хорошо было. Хорошо бы горел. Стоп.